Слава нашему Господу! Щедро дающему каждому из нас от его бескрайнего стола вкушать своим сердцем хлеб вечной жизни. Слава нашему Господу! Я смотрю, думаю, так, немножко наблюдаю за народом, ну, по своей, наверное, привычке. Смотрю, кто-то так моргает медленней. Думаю, так, наверное, уже напитался, что ему просто хорошо. И вот так просто хорошо. Но я смотрю, у некоторых пауза длится несколько десятков минут. Думаю, похоже, не напитался. Или кислорода мало, или что-то со здоровьем, или какая-то другая причина. Друзья, мы пришли на это место поклоняться Богу. И если Он дает обилие своей пищи, нам надо принимать. Сегодня было откровение об этих овечках, что как бы рассеянные некоторые хромают, есть такие, кто репьем, как бы засорилась шерсть, и Бог выделывает, вычесывает оттуда, собрал для того, чтобы привести в порядок. Но представьте, я когда представил себя на месте пастуха, и вот он смотрит, все овечки кушают. Привел их на пажить хорошую. Свеженькая там травка. Давайте представим маленько. Глазки откройте, кто там уже успокоился. Попредставляйте маленько. Ручей журчит чистой водой. Такой теплой, холодной, нельзя пить овечкам, надо тепленькую. Чистая вода журчит, пажет свеженькая травка, и пастух за всеми смотрит. Все овечки едят, эти едят, те едят. А та крутит головой, распихивает других, отталкивает, траву пинает ногами. Ты скажешь, что такое с овечкой этой? Почему не ест? Эти на водобой все пошли, а она в другую сторону куда-то. То взволнует его, овечка, его сердце или нет? Наемника не взволнует. Скажет, да, одной заботой меньше, пускай идет, там волки ее съедят, мне проблем меньше будет. Добрый пастырь пойдет смотреть, в чем дело. И если она не будет его служиться, он найдет способ, чтобы ее, ну, помочь ей. Вести себя так же, как все овечки, потому что ей такое поведение будет ко благу, а такое строптивое будет ей во вред. Согласны со мной? И он, зная, что ей ко благу, а что во вред, конечно, будет ее ко благу направлять. И вот сегодня наш Господь, который говорит к своей пастве, я есмь пастырь добрый. Слава Господу! И Давид воспевал этот псалом, мы знаем его, 22-е в Библии, говорит, что Господь мой пастырь, Он приводит меня к злачным пажетям, к водам тихим. И вот сегодня нам возле этих вод тихих и злачных пажетей, Бог говорил, как показывал, смотрите, какая травка сочная, о том, что я без меры даю духа, о том, что у меня нет никакой ялсности, нежадности, я щедрый Бог, я люблю свой народ, я люблю кормить свой народ и всегда свежей пищей. Слава Господу! Брат Олег послушался этого вдохновения и передал нам, и говорит, смотрите, Бог на этом месте, который не мерою дает духа. Слава Господу! Представьте свои Богу пустые сосуды, придите с этой духовной нищетой к тому, кто силен обогатить вас своей благодатью. И кто внимательно услышали, сразу все навели в своих сердцах порядок и сказали, Господи, да я беден и нищ, нак и слеп, а сами ждут, когда Бог лить начнет, потому что уже в нищету пришли и с верой приносят свое сердце. И вот, когда стала идти молитва, полилось, так они с радостью, Бог, как сказал, так и делает, вот мое сердце, Господи, налей. Я не преувеличил ничего, друзья. Слава Господу! Это живой Бог, и мы понимаем с Ним живое общение, и мы по-живому на это общение с Богом реагируем. И как-то своим слабеньким, немощным языком, при вдохновении Божьем, можем кое-что-то из этого общения объяснить. Кое-что-то. Все не можем, а кое-что-то можем. Слава Господу! А затем напомнил нам Господь через Валеру, что твердое основание, в которое Он в нас вложил, Словом Божьим, через евангельскую весть об Иисусе Христе, и постарался через многих тружеников утвердить это основание, через честных тружеников, искренних, преданных Богу, утвердить это основание, привнося в наши сердца истинное евангельское учение. Слава нашему Господу! И теперь Бог нас на этом основании поощряет и говорит, давайте стройте. Я сделал все, чтобы в вас вложилось правильное понимание о моем спасении, по вере через голговскую жертву Иисуса Христа, по прощению грехов через пролитую кровь Иисуса Христа, и вы открыли сердца, чтобы принять Дух Святой, как говорит мое слово. Слава Господу! Но теперь стройте свою веру на основании Слова Божьего, и когда будут какие-то испытания, какие-то трудности жизни, даже до смерти кому-то придется, если страдать по милости Божьей за Его имя, то ваше здание устоит, потому что оно на правильном основании и правильно построено. Слава Господу! И когда мы слушали, как центровчане пели нам и говорили о том, что Бог Великий вдохновляет наши сердца на то, что будет победа. Много что встречается. Да мы все в разной мере искалечены грехом, но Бог нас в свой чудный свет позвал и не посмотрел на то, как каждого из нас грех искалечил. Не посмотрел на это. Написано, не возгнушался душами нашими, но позвал и сказал, ты мой враг тут же, а ты знаешь, сколько ты сделал? А голос Бога убедительней прозвучал к нашим сердцам, точнее и глубже, теплее и сильнее. И мы этому голосу поверили и пришли. Слава Господу! Слава Богу! И сегодня Бог на этом месте с этой властью, с этой силой и могуществом напоминает каждой душе, пришедшей на это место, что Он есть Бог всемогущий. Но дело, друзья, в том, поверим ли мы в это или будем оставаться в своих каких-то сомнениях. Как 38 лет смотрел на этот поток, бурлящий тот бедный, больной, и пока он не увидел Иисуса Христа, тогда получил спасение и исцеление. Слава Богу! И вот сегодня, посмотрите, друзья, Бог повелел сегодня солнцу встать над нашими головами? Солнце послушалось? Солнце больше человека или нет? Нет. Ну, размерами я ими веду. Больше. Идем дальше. Сегодня Леша нам напомнил о том, что Иисус бесом повелел в одном месте написано два легиона, в другом один легион. Ну, неважно, там, две или тысячи в дело в исполнении. Оставьте этого человека, идите в свиней. Они послушались? Ну, два легиона. Так, если исчисление библейское, две тысячи, там послушались. И вот Слово Божье говорит, что он даже повелел и бурю, и буре, и морю, и сказал, умолкни и перестань. Море по размерам больше человека. Все послушались? Море умолкло, буря утихла, бесы вышли и зашли в свиней, солнцу повелел встать над нашими головами, оно встало. Вы так не думайте в своих мыслях, брат Вадим, какое встало солнце, земля крутанулась и опять. Нет, Слово Божье говорит, солнцу повелел встать над нашими головами, над злыми и добрыми, и оно встает. Слава Господу. А человеку, Слово Божье говорит, Бог повелевает ныне всем людям повсюду покаяться. И вот тут вопрос, огромное по сравнению с человеком солнце. Бог сказал, встань над этой землей сегодня и свети. Завтра посмотрим, скажет или нет. Сегодня встань и свети. Мой народ соберется меня славить. Я хочу, чтобы они славили меня при солнечном свете. Солнце послушно встало, бесы послушно вышли, море послушно утихло, и к сердцу человека Бог говорит, пришло твое время выйти из тьмы в мой чудный свет. И из стана врагов моих войти в стан моих детей. Я так захотел. И к сердцу говорит человека, зовя его словами любви, вызывая из этой тьмы, из греховного состояния, из состояния вражды против Бога, а совесть человека знает, во вражде он против Бога или в мире с Богом. И говорит, оставляй это положение, выходи в мой чудный свет. Я хочу с тобой трудиться дальше, я хочу, чтобы ты был моим сыном, моей дочерью. Но вот человек, согласится или нет, смотрите, Бог повелевает. Бог повелевает, сотворивший все видимое и невидимое. Земля и все, что на ней ее наполняет, это все Божье. Нас не хватит никаких знаний и счетов, чтобы вычислить, сколько звезд, галактики, сколько там еще вселенных. Все Богу подчиняется. Маленький по сравнению со всем этим, что я назвал, человечишка. Упрямее всего этого. Ужас! Ужас! Но именно человека возлюбил Бог до крестной смерти и до голговских мук. И пролил свою кровь, чтобы искупить твою бесценную душу, чтобы ты вовеки жил с ним на небесах и никогда ада не увидел. И сегодня зовет тебя, если ты на этом месте и видишь эту борьбу, пусть тебе понравится победа, а не те слова, которым говорят, все кончено, ты не спасешься. Нет! Бог сердцу говорит убедительнее, чем тьма. И к твоему сердцу говорит, есть победа для тебя, я ее совершил. Я хочу, чтобы ты вошел в стан святых. Подними свою руку, если есть тебя и за желание, мы будем молиться за тебя. Есть лиди раз такие люди, которые хотят примириться с Богом, услышав Его повеление. Слава Господу! Слава Богу! Выходите сюда! Это не стыдно! Если есть еще, приходите, не бойтесь, мы будем молиться вместе с вами. Мы встанем, друзья! Слава Богу!